ТОЧКА ЗРЕНИЯ Ну не знаю, не знаю, когда вы QR-код уже получили себе, тавро, или еще тавро вас не выбивали, вы можете, как честный чатланин, ходить без намордника, или вы все-таки должны быть с ЦАКом, как положено в соответствии с последними распоряжениями? Дима, а кто в такую погоду выкнет человека на улицу? Вы меня простите. Даже моя собака сначала почешет затылок, прежде чем выйти на улицу. Но посмотрите, какая гадость. С другой стороны, эта гадость очень хороша. Представляете, если бы у нас при режиме самоизоляции был бы такой легкий бриз с моря, мартышки бы прыгали по пальмам и кокосовые орехи падали нам под ноги. Вот тут уже можно повеситься. А вот так вот смотришь за окно и понимаешь, что, ну слава богу, что самоизоляцией никуда не надо идти. Ну вот вам, мартышки, вы еще скажите, ром был бы в бокале там, да? Я не могу это говорить, я не могу, насколько я понимаю, я, может быть, ошибаюсь, но кажется, мы не можем пропагандировать употребление алкоголических напитков. Мы просто можем сказать, что это вредно. Это крайне-крайне вредно. А, и ты наносишь удар по своему организму, попивая ром из высокого красивого бокала. Еще куря сигару. Да, еще с этим самым, с зонтиком маленьким в коктейле. Ужас какой, ужас. Итак, что у нас сегодня происходит? Я посмотрел, что столько новостей, столько новостей примерно на одну и ту же тему, что начинается уже такая дурацкая привычка возникает, надо бы их осмыслить, правда? Надо же понять вообще, что происходит. Я вот здесь подумал, что все, что происходит вокруг нас, кстати, это касается не только нашей страны в данном случае, а вообще большинства, по-моему, стран мира, в общем, вписывается в такие три основных направления. Я бы их назвал именами тех деятелей культуры, которые, судя по всему, и повлияли на нашу жизнь и вот на то, что вокруг нас творится. Первое направление я бы назвал направление Бориса Борисовича Гребенщикова, который еще в 1983 году, вот он, дар предвидения, да, спел песню с такими словами «Ты пришла ко мне утром и села на кровать и спросила, есть ли у меня разрешение дышать и действительно ли мой пропуск, чтобы пойти в кино». Это как бы первое направление, наша самоизоляция. У вас есть пропуск, чтобы пойти в кино? А даже если он есть, то кино нет, правда? Кинодин, да. Да, ну что делать? Есть направление, которое можно назвать направлением Юрия Никулина. Это очень распространенное направление. И вы его бессмертные песни «А нам все равно». Ага, так. Выходишь вечером с собакой и смотришь, как радостно люди перепрыгивают или перелезают или подползают под ограждение на спортплощадке и вовсю там кончают мышцы, которые им так пригодятся при дальнейшем карантине. Ну и, конечно, есть еще третье. Это позиция властей, которую, по-моему, лучше всех описал Виктор Пелевин. «Главная задача российского государства, — написал Пелевин, — вовсе не в том, чтобы обогатить чиновника. Она в том, чтобы сделать человеческую жизнь невыносимой». И вот переплетение этих трех направлений определяет нашу, по-моему, сегодняшнюю жизнь. Потому что все разговоры о ошибках, о достижениях, о каком-то сюрреализме того, что происходит, они, в общем, в это вписываются. Каждый выбирает свое направление. Чиновники свое, наплеватели свое, обычные люди свое. И вот так мы пытаемся жить. Если меня память не изменяет, вот такая эклектика как раз и называется постмодернизмом, в котором мы оказались. Фразой недели, той недели, что мы с вами не виделись, я бы сделал фразу, которую по телевизору сказал какой-то эксперт. Но, к сожалению, я вздрогнул, когда он это сказал и бросился к экрану, но фамилия его уже пропала. Поэтому я его цитирую анонимно. Он сказал, «За границей большинство смертей от вируса у пожилых людей 70-80 лет. В России, слава богу, продолжительность жизни меньше». Надо бы найти все-таки, кто этот красавчик. Если вдруг кто-то из наших слушателей, так же, как Андрей Юрьевич слышал эту фразу и знает, кто автор этого шедевра, напишите нам, пожалуйста, на смс-портал или ватсап. А, судя по всему, он нас слушает, потому что я не один раз говорил, что у нас просто люди не умирают, потому что не доживают. Да, если нас слышит этот эксперт, уважаемый господин эксперт, не стесняйтесь, скажите, что это были вы. Ну, просто такие фразы же не проходят бесследно. Они должны остаться в аналогах, правда? Да, в веках, я бы сказал бы, точно. Еще очень хорошая фраза, конечно, принадлежала нашему с вами любимцу, господину Пескову. Но его просто слушать с каждым днем становится все интереснее и интереснее. Когда он заявил, что Путин скучает по общению с людьми. Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в работе. Именно оттуда он черпает понимание реальности. И вот тут мне стало безумно интересно, у каких же именно людей Путин черпает ощущение понимания реальности. Ну, наверное, среди его окружения есть люди, которые ездили вчера в метро. Ну, или не вчера, но вообще в метро. Которые зашли как-то в магазин и посмотрели, что происходит в магазинах. Ничего страшного не происходит, в общем-то, по крайней мере, в Москве. Такого смертельно страшного. Ну, подумаешь, там лимоны по 600 рублей. Ну, могли бы быть по тысяче. Все-таки почти в два раза дешевле, чем могли бы быть. Но хоть кто это доносит до Путина? Я довольно долго думал, кто это может быть. А потом я догадался, кто это. Это сам Песков. Потому что, когда господин Песков выступил в роли Роза Мари, сноска для тех, кто не помнит наизусть мировой кинематограф. У Романа Полянского был фильм «Ребенок Роза Мари». Там был такой. Где Роза Мари, которая играла Мефферру, замечательная молодая женщина, попадает в неприятную историю. Так получается, что... Не буду сейчас, кто не видел, посмотреть фильм, не буду рассказывать. Ну, короче говоря, чтобы овладеть ее психикой, ее злобные соседи дарят ей подвеску, которая висит у нее на шее, воняет страшно, как позже определили ее подруги, к ней пришедшие в гости, и пособствует помутнению ее сознания. Так вот, у господина Пескова, как все, наверное, уже заметили, был замечен антивирусный бейджик, который он на себя налепил, скажем так. Да, с ионами там серебра или что-то там такое было? В хлором? Да он, может быть, конечно, с ионами серебра, но все дело в том, что он достаточно вреден, потому что уже выяснили, что он вызывает побочные эффекты типа свистящего дыхания и спутанности сознания. Когда господина Пескова спросили, а зачем это, он ответил, ой, это вот прямая цитата и просто прелесть, ой, сказал господин Песков, а я не знаю, помогает он или нет. Я читал, многие говорят, что это может быть вредно, сказал он, тем не менее, продолжая эту фиговину на себе носить, по крайней мере, в то время, потом, может быть, снял. Но дело не в этом. Дело в том, что самая интересная другая его фраза. Песков сказал, он сам купил это устройство в аптеке. И вот тут я подумал, как много мы с вами пропустили. Мы с вами не ходим сейчас в аптеке, и, наверное, в аптеке можно встретить Пескова, который стоит и покупает эту подвеску или кулон, или как это называется. Но самое главное, он не сказал, поделился ли он информацией о том, что это антивирусная фиговина, с руководством. Вы представляете, у Путина есть пресс-секретарь, который покупает что-то, что способствует борьбе с вирусом, и Путину он об этом не докладывает. Ну, он стесняется. То есть я все умолю, а я останусь так, что ли? Он этого стесняется. Все-таки ему и работать, и работать пресс-секретарем еще. Может быть, следующего? Несмотря на то, что, как мы знаем, более миллиарда рублей Мишустин выделил как раз на управление нами президента и на прикрепленный контингент, господин Песков явно не верит премьер-министру и в простой аптеке, общаясь с народом, а потом докладая об этом Путину, покупает себе всякие антивирусные штуки. Это правильно. Я смотрю, вас это не поразило? Меня это поразило очень. Мне кажется, что это... Дело в том, что мне кажется, что у Владимира Владимировича есть круг людей, с которыми он общается. Иногда они бывают рыбаками, иногда охотниками. Но это те же самые люди. Да? Одни и те же люди. Может быть, это сестры и братья друг друга, нет? Может, они похожи, но может быть, это просто случайное совпадение? Это наверняка случайное совпадение. Вы помните, в свое время всех поразило то, что когда стали известны расходы Нового Огарева, где-то они промикнули, потом, по-моему, закрыли, и правильно сделали. Но там прочли, там была строчка расходов, что выделяется столько-то сотен тысяч рублей на закупку купальников дамских. И все очень по этому поводу возбудились. Ну, а потом все было объяснено, что иногда Путина охраняют и женщины из Пятназа. И если он купается, они тоже должны иметь возможность прыгнуть за ним в воду. Ну, если в воде его не защищать, мало ли кто там укусит его на что-нибудь. Вот это уже, вы знаете, Дима, простите, это уже абсолютно какая-то русофобская фраза. Кто же интересно будет кусать нашего президента? Да вы что? Кто сможет подплыть? Думаете, да, к его чреслам? Да, скорее всего, вы правы. Только женщины в купальниках. Так, оставим эту тему. Да, как-то я предлагаю. Нет, ну, Андрей Юрьевич, я просто, понимаете, вы про купальники женщин и защиту. Я исключительно с целью защиты нашего президента. Они только для этого могут подплывать. Надо же, все должно быть защищено. И все должно быть прямо вот идеально. Ну, все. Ладно. Здесь мне напоминают, что в свое время сам Путин сказал про Пескова, что кто-то несет иногда какую-то пургу. Ну, ладно, оставь мне это дело. Я думаю, что я... Дай нам волю, мы бы могли посоревноваться в конце-то концов. Запросто. Песков бы плакал в углу, как обиженный ребенок. Абсолютно. В нас креатива больше. Вы представляете эту сцену? Я на секундочку себе представил. Мы с вами сидим развалившись, да? Дашна так нами руководит, а в углу стоит маленький мальчик Песков и утирает грязным кулачком слезы. Это очень образно, Андрей Юрьевич. С бэджиком. Бэджиком, да, совершенно верно. Насчет бэджиков, люблю иностранные слова. Мой любимый завод, на всей территории России у меня есть один любимый завод, я думаю, вы понимаете, какой это, Уралвагонзавод, который сейчас приготовил танки к Параду Победы. Эти танки, как специально подчеркивает его пресс-служба, защищены в том числе и от вирусов. И как же? Вот как же не очень написано. Я так представляю себе герметично закрытый танк, который защищен от вирусов. И мне даже становится интересно, вот сколько там может времени находиться человек. Или это уже не так важно. Или это танк для роботов. Нет, это танк просто обклеенный бэджиками, который закупил пресс-секретарь в обычной аптеке. Вот и все. Сразу чувствуется подход бизнесменов. Ну, я стараюсь сразу как-то государственный подход, чтобы была какая-то связь и с одной стороны с предстеком, и Уралвагонзаводом, и скрепами нашими. И вообще бэджики надо внести в скрепы и в конституцию. Вы знаете, вы так сегодня хорошо развиваете мои мысли, что я не могу не подпросить вам еще одно сообщение. Управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области приглашает композиторов к участию в конкурсе творческих работ о деятельности Следственного комитета. Спойте нам что-нибудь, пожалуйста, Дима. Опа! Так, это... А у них же, по-моему, сидят там достаточное количество этих людей. Зачем же? Они как их приглашают? На безвозмездной основе или сразу в камеру? Ну, то есть, просто хотелось бы уточнить все условия этого конкурса. Тут, знаете, споешь и скажут, ну, такие певцы нам нужны. Будьте у нас на постоянной основе хотя бы лет на 6-12. Да вы знаете, у замечательного композитора, который сейчас, слава богу, в мире существует, живет и пишет с фамилией, вызывающей всегда легкие усмешности, у нашей публики, с фамилией Ржевский. Есть пластинка, есть программа, там, по-моему, 28 или 36 вариаций на тему... Помните этот лотанг, да? Единый народ невозможно победить. Пэбло унидо, там, и так далее, и так далее. Пэбло унидо, хамас в равен сидо. Пока мы едины... Хамас в равен сидо. Совершенно верно. Мы непобедимы. Замечательный альбом. А здесь, представляете, можно сделать альбом 36 вариаций на тему Владимирского Централа. Ну, тоже ведь, в конце концов, интересно, тоже ведь народная песня никуда не денешься. Тоже объединяет. Так, хотите хорошую новость? Однозначно. Исследование группы ученых во главе с профессором Паолой Ронгхада из Калабрийского университета подтвердило некоторые публикации, в том числе и в научных изданиях, в которых сообщалось, что у людей, у которых есть собака, развивается менее агрессивная форма COVID-19. Это же относится к людям, постоянно контактирующим с крупным рогатым скотом. Иммунная система людей, имеющих постоянный контакт с этими животными, во многих случаях перехватывает новый патоген и включает защитные механизмы. Кто нас слышит, у кого есть собака, вам повезло. У кого нет собаки, заводите собаку побыстрее, мало ли пригодится. А вот что касается коров, я не знаю. Заводите срочно. Заводите срочно корову. В конце концов, ее всегда можно подоить, и у вас будет молоко, не обязательно заказывать доставку. Но, по-моему, это сообщение, которое нужно иметь в виду. У вас есть собака? Нет, нет, к сожалению. У меня только колка. Ой, как мне вас жалко. Согласен. Как мне вас жалко. У меня есть собака. Я тоже хочу, но жена не дает, не разрешает. Предложите ей корову в таком случае. Это я боюсь, что у нас только Поросяова уживется. Нет, насчет Поросей и Коз ничего толком не сказано. Нет. Так что не нужно. Росгвардия нас обрадовала на этой неделе новым сообщением. Добавок к тому, что сейчас рассматривается законопроект, по которому участие в несанкционированной демонстрации приравнивается к экстремизму, есть такое предложение внести такую поправку в уголовный кодекс, что если вы вышли на улицу с требованием долой губернатора или там долой премьер-министра, дальше у меня просто фантазия уже буксует, то в конце концов вас могут приравнять практически к террористу. Сразу. Сразу, как сразу. Будет суд, конечно. Так что не сразу, а минут через 20. Но вот, тем не менее, вас прямо с демонстрации заберут как раз туда, где вы можете писать по заказу Следственного комитета. Ну, вот это все ладно, но мне ничего не понравилось, что в пандан к этому пришло сообщение о том, что Росгвардия принимает на оружие пистолет-пулемет для городского боя. Ммм, как хорошо. Я могу себе представить, честно говоря, пистолет для городского боя и необходимость в нем. А вот пулемет для городского боя, который, как написано, предназначен для поражения противника, в том числе в средствах защиты, и не бронирован транспорта до 200 метров. Вот тут у меня тут же возникает вопрос, или мы чего-то пропустили и чего-то не знаем, или уровень паранойи как-то зашкаливает уже просто-напросто. Городской бой. Вы можете себе представить бой в какой-нибудь, ну, я не знаю, ну, в любом городе, да? Мы с вами в Москве, хорошо, в Москве. Мы там, не знаю, с вами в Питере. Значит, в Питере они с кем собираются воевать? С этими, как их, с танками НАТО. Нет, про танк не написано, что он его пробивает. Ну, значит... Там уже из пулемета по танкам. Зачем? У нас есть свои танки, которые антивирусные. Ну, во войска НАТО, мало ли, вдруг, если вдруг чего, они войдут. Танки же пойдут вместе с пехотой, чтобы захватывать нашу первопрестольную. И поэтому правильно, что вводят пулеметы. Что тут непонятно. По-моему, очевидно. Вот за что я люблю Партакенко, что он всегда все может объяснить. Я легко... Вы мне любую фигню подсовываете. Я вам с точки зрения... Я могу работать пресс-секретарем всех одновременно ведомств, министерств. И с первого до последнего леса. Причем, знаете, в течение пяти минут. Просто присылайте всякую фигню. Я вам ее обосную. Хорошо. Сейчас, товарищ Партакенко, нас заменят Машу Захарову. Да. Госпожа Захарова, которая уже занимает пост пресс-секретаря. Ага. Неужели вы женщину скинете с поста, да? Нет. А сделала потрясающих... Только в купальниках и по прям... Сделала несколько потрясающих заявлений. Опять-таки на этой неделе. Мое любимое заявление, конечно, это о том, что решение США начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке грозит крайне негативными последствиями. Это мое любимое. Это песня. То есть 200, там, и сколько там кило, или сколько там кокаина из Аргентины не удалось переправить? Да. А теперь еще эти сволочи хотят вообще перекрыть все поставки, что ли? Конечно. Как жить дальше? Вот представляете, как потом, что делать там в администрации президента, там, в Государственном Думе? Дима, 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 это вы с другой стороны. Вы забыли, вы пресс-секретарь. Вы должны объяснять. А объяснять. А не углубливать. Это значит, Дима, мы и сами можем. Ты давай нам объясни, что имелось. Конечно, вот объясните мне фразу, крайне, это цитата, крайне непредсказуемой и негативными последствиями с учетом нынешних обстоятельств, коронавирус, что ли, может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке. О чем мы говорили, неоднократно заявила Захарова. Конечно. Вы что, не понимаете, что если перекрыть наркотрафик, перестанут работать наши скважины, в том числе и в Венесуэле, которые кому-то мы продали. Раз перестанут работать скважины, цена на нефть упадет, и бюджет России не досчитается еще много миллионов долларов. Ай, нет, дядь, если перестают работать скважины, то нефть становится меньше и цена растет. Вот, видите, вы и прокололитесь. Так это же наша нефть. Это у них упадет, Анна, это наша нефть. Даю вам вторую попу. Давайте. Захарова назвала снос памятник Коневу в Праге преступлением. Хочу напомнить, что памятник Коневу в Праге демонтировали и заявили, что он будет передан в музей истории 20 века. Сразу хочу сказать, что это было неоднозначное решение. Даже в самой Праге люди разделились на два таких течения. Одни были за то, чтобы памятник сохранить, потому что вроде бы Конев освобождал Прагу в 45-м году, а второе течение было, да, конечно, освободил. Но в 68-м году он с теми же танками, ну, наверное, уже более современными, пришел и подавил пражскую весну. Короче, было принято решение памятник не сносить, а перенести в другое место. Так вот, Захарова назвала снос памятника Коневу в Праге преступлением и пообещала ответ. Вот какой ответ может дать Захарова? Мне очень понравились такие предложения, как снести памятник Гашеньку в Гугульме, как вариант, распилить памятник Швейку в Самаре. Самое лучшее, конечно, это снести памятник Чехову в Москве, чтобы Чехам неповадно было. Но сегодня... Как вариант. Но сегодня утром, вот пока вы разговаривали и говорили умные слова, а я, попивая кофе, смотрел телевизор, я услышал, что у нас собираются переименовать станцию метро Пражская. А Чеховскую? Нет, и даже не было сказано, почему. Такой загадочный вброс был. А вот, смотрите, а мы в Москве Пражскую переименуем. Я, кстати, не помню, ресторан Прага сохранил свое название или нет? Или он уже как-то по-другому называется? Сохранил, но, знаете, тут я предлагаю все-таки не ограничиваться полумерами. Поскольку в стиле метро Пражская у нас оформлено достаточно большое количество станций метрополитена, я предлагаю выделить бюджет несколько триллионов долларов на то, чтобы в ответ на снос этого памятника в Праге переоблицовать станции московского метро в другую гранитную плитку, заменив ее бордюрами. А Прага здесь при чем? А это уже не важно. Главное же освоение бюджета, Андрей Юрьевич. Потому что Пражская оформлена в стиле Пражского метро. Логики нет, но деньги уже освоены. Вот прям чувствуется. Как-то говорится, мы назло всем буржуям новый наш бюджет освоим. Так что ли? Да, конечно. И все. Ну вот, опять меня умыл Потапенко. Ну, он все понимает, а? Хорошо, тогда я уже не буду отпросить ответа, потому что здесь вас понесет в такие дали, что даже мне будет страшно. У нас есть такой депутат Госдумы по фамилии Шерин. Так. Который заявил, он тоже не смог пройти мимо истории с памятником, и сказал, история с демонтажом памятника станет уроком для России. Нельзя уводить войска с территории, которые мы освободили. Да. Повторяю, кто не расслышал. А раз освободили, значит, надо забрать себе. Конечно. Советский Союз это попытался сделать, как мы знаем, и вся Восточная Европа, вот поэтому так нас горячо до сих пор любят. Но вот, наверное, просто надо было там и оставаться. Да, судя по всему, надо просто, чтобы у нас была Чешская Республика. Или там Чешская область, видимо, исходя из его контекста, который он только что произвел. По сути дела, он объявил оккупацию Чехии. Я интересно, как Прага на это отреагирует. Я имею в виду официальный. Все-таки он официальное лицо, а не шуткующий в эфире человек. Вы знаете, но поскольку это принимало решение не официальная Прага, это принималось на уровне района Праги, районной управы, то я думаю, что районная управа может себе позволить что-нибудь сказануть, на что никогда не пойдет официальная представитель чешского государства. Посмотрим, какая будет у них реакция. По крайней мере, пражский торт у нас, по-моему, до сих пор остается, да? Ну, вроде как не пропадал. Андрей Юрьевич, буквально на несколько минут прервемся. Да, точка зрения Андрея Гаврилова в эфире «Серебряного дождя» до конца этого часа. Дмитрий Потапенко, Дарья Гордеева. Оставайтесь с нами, ждем ваши комментарии. Точка зрения Андрея Гаврилова. Да, именно так. Андрей Юрьевич Гаврилов, человек, у которого есть собака, и у него, если разовьется COVID-19, он будет в менее агрессивной форме, потому что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Вы уточняйте, кто он будет в менее агрессивной форме. COVID-19 или Гаврилов? А что как-то непонятно прозвучало. Но на всякий случай, мало ли, бывает такое, что ученые ошибаются, на всякий случай у меня и кошка есть. Так что я со всех сторон... Вы подстраховались, я смотрю, вы такой продуманный парень. Дим, а вот здесь мне нужна ваша помощь. Есть одна новость, но я не могу понять, она хорошая или плохая. Мне нужен ваш комментарий. Давайте попробуем. В Чите в окно на балконе жилого дома попал снаряд. Так, это хорошо. Это хорошо. Но никто не пострадал. Это плохо. Раньше в городе, в том же городе Чите, по жилому дому случайно выстрелил вертолет. Это хорошо. Тогда снаряд тоже попал в балкон. Это хорошо. Ничего хорошего. Да что же такое у них с прицелами, если сколько не стреляют по окнам? Все, в балконы попадают. В балконы попадают. Вот видите, вот это плохо. Надо хотя бы в окно чуть-чуть левее там наводчику дать, и все было хорошо. Интересная новость у нас приходит из нашей судебной системы. Ну и что там еще? Как вы знаете, не так давно в связи с коронавирусом было принято решение, что рассматриваются в судах только дела, не терпящие отлагательств. Все это понятно, поэтому никто из тех, кто мог бы рассчитывать на УДО или на смягчение приговора или на изменение меры пресечения, пока еще не получил ничего, на что он мог рассчитывать, ибо у судов нет возможности собраться. То, что человек сидит лишний, это не дело, которое не терпит отлагательств, пусть сидит, ничего с ним не сделается, если, конечно, не заболеет коронавирусом. Но есть два процесса, которым привлечено особое внимание. Это процесс по делу, это, так называемое, театральное дело, и было выяснено, что это дело, которое не терпит отлагательств, но, наверное, с общечеловеческой точки зрения, да, конечно, потому что сколько же этот, может, балаган продолжаться. А с другой стороны, наверное, как-то странно, что во время коронавируса, когда люди, находящиеся в, как сказать, в зоне риска, да, в области риска, в возрасте риска, вдруг приглашаются на заседание суда, хотя ничего такого, что обязывало бы их там быть, ни новых доказательств, ни новых экспертиз, ничего такого вроде бы не происходило. Но, тем не менее, вдруг поступил приказ откуда-то, и дело театральной студии, и дело Котова, вдруг суды начали рассматривать. И поэтому неудивительно, что на делах театральной студии, и с его студии не явились очень многие из участников, просто потому что по распоряжению мэра Собянина они не имеют права а. выйти из дома, и б. подвергать других людей опасности, ибо сами находятся в зоне риска. И они, даже если не болеют, могут быть разносчиками. То же самое произошло, но только немножечко еще более цинично, в судебном заседании по делу Котова. Адвокаты просили отпустить Котова из-под стражи и отложить процесс, чтобы не подвергать участников опасности. У нас очень быстро все меняется в жизни, несмотря на то, что сейчас как-то жизнь замедлилась. Если кто не помнит, Костя Котов, это человек, который был арестован за то, что вышел из метро в том районе, где вроде бы собиралась быть несанкционированная демонстрация. Он был взят, это видно на видео, сразу, как только поднялся из метро на поверхность. Он не успел принять участие ни в чем, даже если и собирался это сделать. И за то, что это было не первое, с точки зрения суда, административное нарушение, вот ему и влепили, ой, бог знает что, ему влепили конкретный срок. И вот это дело вызвало абсолютное возмущение у всех, кто хоть как-то следит за тем, что происходит в Москве, за тем, что происходит с этими несанкционированными демонстрациями, вообще, что происходит в нашей стране. Резонанс был очень большой, и поэтому, в общем-то, даже Верховный суд принял решение, что как-то здесь не все чисто, и надо бы в этом деле разобраться. И вот решили разобраться. Спустя несколько месяцев, после решения Верховного суда, были вызваны участники в суд, повторяю, несмотря на просьбы адвокатов отпустить Котова просто-напросто из-под стражи под домашний арест, то Дяд ответил отказом и сказал им, а вот дальше уже, честно говоря, начинается какой-то не просто сюр, а уже начинается чистый кавка. Вы хотите, чтобы мы вас освободили? Вызывайте свидетелей. О, как. Повторяю, у нас суды сейчас закрыты, поскольку это может бы стать источником заразы. И адвокаты теперь должны сделать выбор или вызывать свидетелей, которых они тем самым подвергнут опасности заражения, ибо сами судьи не соблюдают правил гигиены, вот этой эпидемиологической гигиены и выходят на заседание без масок и не в перчатках. Кстати, приставы, по-моему, в масках и перчатках. Но судьи нет. Или подвергать свидетелей опасности, или пусть их подзащитный сидит и дальше. Когда адвокаты об этом сказали, судья заявил, что это не изменит позицию суда. Суд продолжится в любом случае, переводим на русский язык, не ходите, значит, без ваших свидетелей. И адвокаты сейчас в тяжелейшем состоянии, потому что Котов превратился в заложника. И таким образом он сидит в ожидании реакции адвокатов. Ситуация абсолютно абсурдная. Я надеюсь, что сегодня уже какое-то что-то, как-то это все дело сдвинется. Но пока вот человек, которого посадили ни за что, продолжает ни за что и сидеть. Так, смс-ка не согласованной, не равно, не санкционированной. Да, конечно, я не очень понял, честно говоря, к чему к чему это гневная смс-ка. Но вы прекрасно понимаете, что я имел в виду. Если не понимаете, почитайте, за что посадили Котову. Тогда вам все сразу станет ясно. Да, просто вышел из метро. Не вовремя, не в том месте. Да. И еще одно решение, которое вызывает некоторую отрыпь, это решение о том, что отныне у нас третья... Ну, мы продлили Вторую мировую войну на один день. Как известно, Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, когда наш советский генерал принял акт капитуляции Японии и во всех учебниках, и во всех... Ну, короче говоря, что с этим спорить? Война закончилась 9 мая по нашему... Война в Европе по нашему календарю. 8 мая во всем мире Сталин настоял, чтобы акт капитуляции был подписан еще один раз, и это уже упало на 9-е. Поэтому мы празднуем окончание войны в Европе на день позже всего мира. Окей, с этим как-то мы уже немножечко примирились. Как-то это уже вошло в привычку, ни у кого-то не вызывает удивления. Но то, что сейчас решили еще на один день пройдить Вторую мировую войну вообще, сентябрьское окончание, окончание войны в Азии, было не совсем понятно. То есть 2 сентября война закончилась, все это было известно. Теперь она по решению Госдумы должна будет закончиться 3 сентября, который 3 сентября одновременно еще, одновременно, пардон, одновременно назначен днем воинской славы. Ну, это-то как раз понятно. Дело в том, что 3 сентября в этом году приходится на четверг, когда у нас будет программа Андрея Юрьевича Гаврилова, именно точка зрения, именно поэтому депутаты Государственной Думы не смогли себе отказать в удовольствии перенести окончание Второй мировой войны на четверг, на третий сентябрь. Но это глупо, они тогда будут праздновать и не услышат нас с вами. Они просто не посчитали, не посмотрели в календарь. Ну, может быть. Точно так же они не посмотрели в календарь, что 3 сентября у нас это день памяти жертв террора, жертв терроризма, скорее, не было двусмысленности. Это день памяти жертв Беслана, 333 погибших человека, из которых больше 180 дети. Все эти годы этот день был отмечен вот как день памяти погибших. А теперь вместо дня памяти погибших у нас будут пляски, концерт, там, не знаю, где он, в Кремле или где сейчас проходят такие концерты, веселье и ура, война закончилась. Война не закончилась 3 сентября. Непонятно совершенно, что вы собираетесь праздновать. В любом случае, звучит это подло. Вот хоть вы меня убейте. Можно все, что... Кощурственно, подло, как угодно. Пляски на костях никогда не приводили ни к чему хорошему. А там же пояснительная записка наверняка была, ведь они хоть чем-то это мотивировали или вообще ничем не мотивировали. Просто сказали 3 сентября. Ну, потому что... Знаете, они мотивировали так, что невольно вспоминается старый анекдот, когда Петька спрашивает Василия Ивановича, а чем-нибудь мотивировали? Говорит, да, мотивировал и тебя мотивировал, и меня мотивировал, и даже маму твою мотивировал. Так и они написали, что 3 сентября символизирует, раз уж вы настаиваете, я процитирую, переход, переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного существования и сотрудничества. Ну, в таком случае, в таком случае, простите, ради бога, нужно и 9 мая перенести на 10-е. Потому что, конечно... 10 мая, это в таком случае, цитируя их, это день, когда начался переход от состояния войны к миру. Нас устраивает такая мотивация? Да, просто почему сутки взяли на переход от войны к миру? Я бы взял бы там хотя бы месяца полтора-два, там, все-таки, пока там соберешь вещи, пока то все пятое-десятое, так что месяца полтора надо переносить. Это нельзя сделать, потому что вот так вот за эти полтора месяца можно вспомнить все договора и договоренности по Курилам, а это лучше не вспоминать сейчас. Еще будет вопрос, а где же мирный договор с Японией, если война закончилась, а его-то у нас нету. И вообще-то с точки зрения космического такого права мы с Японией до сих пор не в состоянии мира, хорошо, хоть не в состоянии войны. Ну, вообще, как-то, мягко говоря, подлость была недодумана до конца. Но, тем не менее, как я уже говорил, была такая советская рубрика по следам наших выступлений. Вот мы с вами поговорили, и вот смотрите, как много что меняется в жизни. Мы говорили в прошлый раз о том, что какой-то бред происходит в Москве, когда врач приезжает к себе в больницу, а ехать общественным транспортом ему не разрешено, в общем-то, потому что он может быть источником заражения. То есть, а врач садится в свою машину, приезжает в больницу, чтобы делать операцию, или ставить аппарат по искусственной вентиляции легких, или что там делает врач, да ничего, хоть просто обычный прием больных. и когда он выходит со своей работы через 12 часов, как говорил главный врач коммунарки, зачастую проведяйте 12 часов в памперсах, потому что отойти от больного он не может, он вдруг выясняет, что ему еще нужно полторы тысячи заплатить за парковку машины, потому что наши больницы не готовы, были, может быть будут теперь, может быть нет, к тому, что приходится парковать очень много врачей и медперсонала. И мы с вами, помните, возмущались, что какой-то бред. Так вот, нас с вами послушали, парковка для медперсонала и врачей, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией в Москве стала бесплатна. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Ракова. Мы прекрасно понимаем, сказала она, что основная нагрузка сейчас ложится на медработников, стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу. И вот с сегодняшнего дня, ну и так далее, и так далее. На самом деле, нас с вами поддержали очень многие медработники в этом возмущении и даже обращались в Совет по правам человека, который, судя по всему, сделал соответствующее заявление. Вот здесь Совет по правам человека, несмотря ни на что, все-таки не промолчал, как можно было бы от него этого ожидать, а поскольку все-таки тема не опасная и не совсем права человека, а просто облегчение жизни врачей, выступил, и вот это такое решение было принято. Одновременно хочу сказать еще одну хорошую новость. Есть такой проект в Европе, который сейчас переходит к нам, я не знаю, у нас сохранится это название или нет, проект «Ноев Ковчег». У нас он, по-моему, нет нюанса такого названия, но неважно. Главное другое. Главное то, что питание и услуги в столичных отелях вблизи объектов здравоохранения будут предоставлены медперсоналу Москвы, который борется с коронавирусом, бесплатно. Бесплатное проживание и бесплатное питание. Как сообщил руководитель столичного департамента торговли услуг Немирюк, это позволит оградить родных и близких медиков от заражения, минимизировав контакт с внешней средой. Столичные отели, в которых размещаются врачи, усиливают меры безопасности и дополнительно оснащают свои площади средствами дезинфекции. Среди них самые роскошные, самые известные отели нашего города, которым по решению правительства будут выделены специальные гранты, исходя из фактического количества медработников и дней их проживания. Здесь я могу только снять шляпу. Абсолютно правильное решение. Конечно, можно говорить, жаль, что не сразу. Слава Богу, что сейчас медработникам надо сейчас идти навстречу во всем. В том числе обеспечить им нормальное проживание и нормальное питание. А то, что при этом еще получат деньги к простаивающей гостинице, это просто удачный выстрел, когда одним выстрелом убивают сразу двух зайцев. Андрей Юрьевич вынужден вас прервать. Андрей Юрьевич Гаврилов и его «Точка зрения» в эфире «Серебряного дождя». Друзья, свежие данные за последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса и все подробности в ближайшем выпуске новостей от Игоря Наумова, Дмитрия Потапенко, Дарья Гордеева. Оставайтесь с нами, через несколько минут вернемся. «Точка зрения» Андрея Гаврилова. Да, Андрей Юрьевич, Гаврилов из далекого-далека вещает нам. Ну, во-первых, не очень далекого-далека. Ну, как сказать. Да нет, совсем недалеко. Но, тем не менее, не в студии, как в этой, действительно так. Да. Теперь я хочу вам рассказать одну очень хорошую, но уже глобально хорошую новость. Ага. И новость, которая выходит за пределы нашей страны. Чем она интересна? Знаете ли вы такую страну Бурунди? Да, ну, в целом, вроде на карте даже когда-то находил, да. Вот видите. Так вот, несколько слов об этой прекрасной африканской стране. В ней практически нет асфальтированных дорог. Прекрасно. Зато вообще нет железнодорожного сообщения. Великолепно. Правда, есть аэропорт и даже из Москвы туда можно попасть, если не ошибаюсь, то ли через Голландию, то ли через Бельгию. Каким образом там можно долететь? Мобильной связи практически нет, если вы не местный богач. Компьютер это до сих пор там экзотика. В Бурунди нет медицинских учреждений, практически нет. На всю страну приходится около 200 врачей. Отлично. В Бурунди был пойман самый большой крокодил из тех, которые пока были пойманы. Хороший, симпатичный. Знаменитые голландские розы на самом деле родились именно в Бурунди. В республике процветает производство бананового пива, на которое уходит примерно 50% урожая бананов. Не так давно в Бурунди за шпионаж был арестован аист. Сильно и... Хорошо. Какие еще факты про Бурунди? В 2014 году местные власти запретили бег труссой, посчитав, что это прикрытие для незаконного перемещения по стране. Две трети населения Бурунди не умеют не читать и писать. Андрей Юрьевич, мне эта идея очень нравится. Мне кажется, в эпоху коронавируса нашим властям надо с Бурунди как-то установить какую-то законодательную связь. Не перебивайте. Виноват. Виноват. А это одно из первых мест в мире по СПИДу. В индексе счастья населения есть такой, который определяет удовлетворенность своей жизнью жителей разных стран. Бурундийцы занимают последнее место, что делает Бурунди официально самой несчастной страной на земле. Заключенных в Бурунди должны обеспечивать родственники. Если вы не кормите арестованного, он умрет с голода. Если арестант сбежал, то вместо него сажают родича. Неплохо. Брать под арест разрешено с 10 лет и надзиратель в стране всего один. Недавно там умер первый пациент с коронавирусной инфекцией. На данный момент там таких пациентов, которые заражены, пять. Это самая бедная страна в мире. Но на территории Бурунди находится 5% мировых запасов никеля. Это много. А также многочисленные месторождения золота и платиновой руды. Последняя фраза, конечно, никак не связана с тем, что я скажу дальше. А дальше я говорю следующее. В Бужумбуре это столица и в Москве министры иностранных дел Российской Федерации Лавров и республики Бурунди Нигибера подписали слушаем внимательно совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Вы, кстати, зря... Сокращенно НПОК. Кстати, НПОК это не мое изобретение, это официальное название этого заявления. НПОК в принципе, я считаю, надо подписать, потому что, знаете, их аист он может... С крокодилом. С крокодилом. Они, знаете ли, вот могут многое, и там... Как написано на сайте МИДа, совместное заявление стало очередным шагом в рамках глобализации международной инициативы. Будучи единственной на сегодняшний день мерой транспарентности и доверия, осуществляемой в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, данная инициатива стала существенным политическим фактором, способствующим укреплению международного мира, обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, равно, как и повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Вы смотрели прямо в точку, прямо в корень. Мы укрепляем отношения с Бурунди все больше и больше. И теперь можно не бояться, что они вокруг нас разместят оружие в космическом пространстве. Андрей Юрьевич успокоили. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. До встречи через неделю. Друзья, это была точка зрения Андрея Юрьевича Гаврилова. С Димой прощаемся мы до вторника, до 9 утра. Красавцы. Просто согласись, да, это была отличная точка. Все просто собирает террорист и мы подписываем с ними. Впереди мужские игры. Серебряные.